Евгений Чеширко Упыри Ночь уже окончательно погрузила лес в зловещую тьму, когда я увидел в темноте слабый огонек, мерцающий между деревьев. Стараясь не шуметь и не наступать на сухие ветки, я двинулся к источнику света и сразу же через несколько минут оказал своего маленького домика, больше похожего на старушку. Тусклый свет лился из единственного окошка, расположенного так высоко от земли, что не было никакой возможности в него заглянуть. Когда же я попытался приложить ухо к стене дома, чтобы послушать, что происходит внутри, я чуть было не напоролся головой на гвоздь, вбитый до половины прямо в бревенчатую стену. Этот домик выглядел довольно странно, но взглянув на молчаливую и мрачную стену леса, я все же решил постучать. Поднявшись по ступеням крыльца, я заколотил кулаками в массивную дверь. Я слышал, как кто-то подкрадывается к двери, как скрипят половицы под тяжелым телом, как кто-то вслушивается в звуки, раздающиеся снаружи, и всматривается в только ему видимые щели в стене дома. Наконец, хозяин дома принял решение хоть как-то отреагировать на мой стук. «Кто?» Раздался глухой голос из-за двери. «Вы извините, что я так поздно вас потревожу!» «Кто?» Перебил меня голос. Я понял, что нужно говорить громче, так как он меня просто не слышит. К тому же хрустнувшая где-то в темноте ветка тут же заставила меня забыть на время о вежливости. «Откройте!» Заорал я. «Мне нужно где-то переночевать!» «Дома нужно ночевать, а не полюсу жататься!» Послышалось изнутри. «Абсолютно с вами согласен, но до моего дома не меньше сотни километров, а машина, на которой я ехал, сломалась!» «Что за машина?» После недолгого молчания переспросил хозяин дома. Я назвал Марку. «Где ключи?» «У меня, конечно же!» Я нащупал в кармане куртки брелок и вытащил его наружу, звякнув ключом о дверь. Хозяин дома молчал, видимо, о чем-то раздумывая. В этот момент мне показалось, что где-то сбоку, среди деревьев, мелькнуло и тут же погасла пара чьих-то глаз. «Да пустите же меня скорее!» Я снова забарабанил по двери кулаком. «Да один?» Спросил хозяин дома. «Да!» «Зачем на ночь через лес по грунтовке поехал? Есть же объездная дорога!» «Срезать хотел!» «Откуда ехал?» «Из Девеева!» Продолжал свой допрос хозяин дома. «Из Никитино!» Ответил я. «Кто там у тебя?» «Тетка двоюродная!» «Фамилия?» «Чья? Моя или ее?» Терялся я. «Бабка твоей!» «Бабка твоей!» Его голос хоть и казался раздраженным, но все же я заметил, что хозяин старушки понемногу успокаивается. «У тетки моей фамилия Терентьева, а у меня Грачев!» За дверью повисла тишина. «Так что, впустите меня!» Подал я голос. «Мне до утра бы перекантоваться, а как рассвет я пешком пойду обратно в деревню за помощью!» «Да Никитино километров тридцать, не меньше!» «Ну и что делать?» Развел я руками. «Другого-то пути нет!» «Здесь даже связь не ловит!» Справа за деревом что-то снова зашуршало. «Послушайте, тут какие-то звуки!» «Честно говоря, страшновато!» «Откройте, пожалуйста, скорее!» Решение давалось для хозяина с большим трудом. Даже из-за двери я всем нутром чувствовал, как он не хочет никого пускать в свой дом. Я провел в ожидании еще несколько долгих минут, то и дело оглядываясь по сторонам. «Ладно, значит так. Слушай меня внимательно, турист!» Наконец заговорил хозяин дома. «Насчет три! Я резко открываю дверь, и ты мигом залетаешь внутрь. У тебя на это будет всего полсекунды. Если у тебя там сумка с собой, или еще что-нибудь такое, оставь на крыльце, завтра заберешь. Ты меня понял?» «Да, я понял!» Тут же ответил я. «Открывайте уже скорее!» «Начинаю считать! Один!» Я не успел даже приготовиться к выполнению странного требования хозяина дома, как дверь распахнулась, и чья-то сильная рука схватила меня за рукав и рывком втянула в дом. Я кубарем покатился по полу, остановившись в самом центре комнаты. Хозяин дома тем временем уже продевал массивный засов в петли, вбитые в стены. Справившись с этой задачей, он повернулся и принялся осматривать меня с ног до головы. Насколько это позволял сделать тусклый свет керосинки, стоявший на столе в углу комнаты. Я поднялся на ноги и занялся тем же. Передо мной стоял здоровенный мужик лет 60 с густой рыжей бородой, свисающий почти до самого пояса. От нижнего края прищуренного правого глаза через всю скулу проходил глубокий шрам, а возле виска было заметно место, на котором совсем не росли волосы. Спасибо, что впустили. Я решил первым начать разговор. Честно говоря, там довольно жутковато. Звуки всякие, огоньки. Живые тропы. Упари. Продолжил мужчина и криво ухмыльнулся. Ну, вам лучше знать. Вы же здесь живете. Рассмеялся я. Да, пока живу. Произнес он и направился к столу в углу комнаты. Оперевшись на спинку стула, он выжидающе посмотрел на меня. Ну что, рассказывай, кто ты такой. Очередной журналист из какой-нибудь жёлой газетёнки. Журналист? Удивился я. Вы здесь что, суперзвезда, что ли? Мужчина ничуть не смутился. Звезда не звезда, а известность кое-какую имею. И именно поэтому вы вбиваете гвозди в стену своего дома, да? Чтобы журналисты до вас не добрались. Я попытался пошутить, чтобы немного разбавить неловкую атмосферу. Но оказалось, что хозяин дома совсем не понимает шуток. Да, именно для этого, кивнул он. Чтобы ни журналисты, ни упыри в мой дом не попали. Что-то зациклило вас на упырях, хмыкнул я. А что, думаешь, я шутки шуткую? Так давай я обратно тебя выпущу. Посмотрим, на что тебя зациклит, если, конечно, до утра доживёшь. Я настороженно взглянул на бородача. Он не создавал впечатления сумасшедшего человека. Но то, что он нёс, заставляло задуматься над этим вопросом. Впрочем, судя по всему, он здесь живёт один и уже довольно долго. Может лесником работает, а может просто отшельничает. От одиночества, чего только в голову не взбредёт и чего только не почунится. Думаешь, что кукушка у меня совсем поехала? Как будто прочитал мои мысли бородач. Вот и журналисты эти наслушаются истории о деревенских. И идут потом ко мне. Сами какие-то вопросы задают, интересуются. А я же вижу, что не верят ни единому слову. Только вот, никто из них на ночь здесь оставаться не желает. Пофотографируют меня и быстро текать, пока не стемнило. Я эти газеты и не видел даже. Не знаю, чего они там про меня пишут. Да и что они могут написать, что дед Вадим того совсем с ума сошёл? Знакомое имя тут же всплыло в моей памяти. Дед Вадим? Погодите, вы тот самый Вадим? Охотник за упырями. Мне про вас сосед рассказывал. Он, конечно, тот ещё выдумщик, но... По взгляду бородача я понял, что сболтнул лишнего. Он нахмурился, а взгляд снова стал жёстким и неприветливым. Ладно, буркнул он. Неважно всё это. Спать будешь там, чтобы утром ноги твоей здесь не было. Вадим махнул рукой куда-то в угол комнаты. И на этом его гостеприимство закончилось. Он молча прошёл мимо меня и уселся на тахту, стоявшую в другом неосвящённом углу комнаты. До рассвета наружу не высовываться, к двери не подходить, в окошко не смотреть. Ты хочешь в туалет? Вон там ведро стоит. Всё. После окончания инструктажа, он повернулся к стене и замолчал. Я уже несколько раз пожалел о том, что назвал своего соседа выдумщиком. Выходит, что этим я косвенно обидел и этого мужика. Пусть он считает себя хоть Юлием Цезарем, но ведь впустил же меня в дом, а не оставил ночевать в лесу. Я шагнул к нему с намерением извиниться, но как только до кровати осталось пару шагов, он тут же вскочил с неё, выставив перед собой длинный отюсанный кол, острый конец которого ткнулся прямо в мою грудь. Забыл сказать, ко мне не подходить, ни с какой целью, понял? Что бы ни случилось, что бы ни произошло, не вздумай ко мне приближаться, пожалеешь. Да я просто хотел сказать, что... Так я и хотел спасибо сказать, сделав шаг назад, произнёс я. Сказал? Молодец, теперь вали в свой угол. Я не стал спорить с этим странным человеком и решил последовать его совету. В углу я не обнаружил ничего, что могло бы послужить мне кроватью, поэтому пришлось растянуться прямо на полу, положив под голову свою руку. Не так уж это и важно. Мне только ночь переночевать и всё. Я проснулся от ощущения чего-то присутствия, но не в доме, нет. Каким-то шестым чувством я осознал, что снаружи что-то происходит. Там кто-то есть. Несколько минут я лежал с открытыми глазами, прислушиваясь ко всему, что происходит вокруг. Дед Вадим спал, еле слышно посапывая, а керосинка уже догорела и издалека потрескивала остывающими металлическими частями. Больше никаких звуков не было. Казалось, что весь лес замер, наблюдая за тем, что произойдёт дальше. И я медленно, стараясь не скрипнуть половицами, поднялся на ноги и маленькими шажками, переваливая с носка на пятку, двинулся к двери. Когда до неё оставался один шаг, Вадим заворотился и что-то пробурчал во сне. Дождавшись, когда его дыхание снова станет ровным, я шагнул к порогу и приложил ухо к двери. Сначала снаружи было тихо, но вдруг я услышал еле различимый шёпот. «Открой!» Я повернул голову в сторону хозяина дома. «Спит». Я снова прилинул ухом к двери. «Открывай!» Снова послышалось оттуда. Мои пальцы заскользили под доском, нащупывая засов, которым закрывалась дверь изнутри. Вцепившись в него, я медленно, миллиметр за миллиметром, принялся вынимать его из петель. Это длилось очень долго, но я знал, стоит мне поторопиться, и для меня это закончится печально. Наконец, спустя пару десятков минут, засов почти полностью вышел из скоб. Я расслабил пальцы, чтобы поудобнее перехватить тяжелый груз, и в этот момент засов чиркнул по петле. В эту же секунду что-то тяжелое больно ткнулось мне в спину. Я слышал, как Вадим вскакивает со своей лежанки и тяжелыми шагами бежит ко мне, чтобы надавить на деревянный кол, торчащий из моей спины, и этим добить меня. Но было уже поздно. Последним усилием я рванул засов из петель и толкнул тяжелую дверь. На крыльце стояли молчаливые белолицые люди с почерневшими длинными пальцами на скрюченных руках. Не дожидаясь приглашения, упыри тут же ринулись в дом. Сука! Это были последние слова легендарного деда Вадима, охотника за упырями, на счету которого не один десяток их жизней. Но любая легенда рано или поздно заканчивается. Грачев – моя настоящая фамилия. И у меня действительно живет тетка в Никитинах. Почти все, что я рассказал хозяину дома – правда. Нет. Кое в чем я, конечно же, слукавил. К примеру, у меня нет никакой машины, а ключи мы взяли у парочки, которая на самом деле застряла на лесной дороге. Парень подарил мне свою одежду и ключи, а девушка парфюм и румяна, которые скрыли некоторые мои физиологические недостатки. Добрые попались люди, поделились чем смогли, земля им пухом. Ах да, самое главное, о чем я умолчал, так это то, что меня две недели назад похоронили на Никитинском кладбище. Но это уже другая история. Неинтересно. Неинтересно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok